Более 64 тысяч человек вышли на уборку города в минувшую субботу. Этот показатель стал рекордным за весь месячник по благоустройству. В том числе и благодаря их усилиям с начала апреля удалось привести в порядок свыше 36 миллионов квадратных метров городских территорий, вывести более 30 тысяч кубометров мусора. Заканчивается работа по приведению в порядок общественных пространств. 124 самарских сквера полностью готовы к летнему обслуживанию. Об этом доложил руководитель Департамента городского хозяйства Александр Андрианов на еженедельном рабочем совещании в администрации города. Во время обсуждения результатов работы в рамках месячника по благоустройству глава Самары Елена Лапушкина отметила, что нужно усилить работу с представителями торговых центров для единого оформления вывесок на фасадах зданий, чтобы они соответствовали дизайн-коду города. В главных городских районах всем без исключения встретиться с крупнейшими торговыми центрами, отработать по дизайн-коду фасада и контролировать исполнение. Важно, чтобы были ответственные, важно, чтобы были сроки. Еще одним важным вопросом стала подготовка профильных служб к сбросу воды через гидроузел Жигулевский ГЭС. В течение последних восьми лет уровень воды не превышал отметки в 32 метра 33 сантиметра по балтийской системе высот. Неблагоприятным показателем является превышение отметки в 33 метра. Пока период паводка в городе проходит в плановом режиме. Глава города поручила в круглосуточном режиме следить за уровнем воды и постоянно быть на связи с ответственными службами, чтобы оперативно предупреждать жителей, находящихся в возможных зонах подтопления. Также на совещании обсудили организацию перевозок граждан в период религиозных праздников кладбищам. Будут задействованы 8 маршрутов. Они будут работать 5 мая на Пасху, 9 мая в День Победы, 12 мая на Красную Горку, 14 мая на Радоницу и 22 июня в Троицкую Родительскую Субботу с 7 утра до 16 часов 30 минут. Стоимость проезда будет, как и в обычном муниципальном транспорте, с учетом действующих льгот. При этом садово-дачные перевозки в эти дни осуществляться не будут, а вот на других городских маршрутах изменений в расписании не будет.